Йога как терапия Режиссер сериала Сунанда Пхат Часть 7. Гипертония. Болезнь сердца Моя левая сторона удвоилась в размере и стала такой большой. Когда я делал пашчиматанасану или наклон вперед, я ощущал тяжесть и тупую боль в сердце. Кен Либерман, профессор социологии Университет Орегона, использовал йогу как терапию после операции. Я хотел довести до конца, и они сделали эхокардиограмму. Они мне сказали, что я нуждаюсь в операции на месте клапана. Операция заключалась в удалении клапана и пришивании клапана сверху. Это очень болезненная операция. Они разрезают вашу грудь, как это обычно делается при таких операциях на сердце. И они поднимают эти части вашего тела, как мы поднимаем доски пола в доме. Они вынимают сердце. Операция занимает 4-5 часов, пока вы находитесь при поддержке системы жизнеобеспечения, что само по себе очень вредно, так как мозг находится в бессознательном состоянии. Затем они зашивают все на сердце, очень осторожно помещают его назад. Затем все зашивают. Но боль при операции на сердце очень сильная. Боль, которую испытывает человек, и является причиной того, что он или она сжимает свои плечи. Вы это много раз видели. Я не должен был принимать вот такое положение. Мне нужно было дышать глубоко и сидеть очень прямо. Я очень долго и много практиковал йога-асаны. И когда через год мой врач увидел меня, он сказал, что у него еще не было пациента, который бы мог так широко расправить грудь, как это делаю я. Он сказал, что я самый его удачный пациент, и что я должен даже написать книгу, как я этого добился. А я сказал ему, почему мне нужно писать книгу? Книга может дать только одно направление, которое называется йога. Причина того, почему йога так хорошо помогает, это то, что все болезни воспринимаются на чисто физическом уровне. У кого-то высокое давление, у кого-то диабет, у кого-то еще что-то. А мы ищем причину всего этого. Нишала Джой Дэви, йога-терапевт, декан факультета испытательной программы «Стиль жизни», США. В своей жизни вы много должны пробовать, учиться. Мы берем группу участников и учим их ощущать дыхательные ходы во время дыхательных упражнений, упражнений на релаксацию. Учим их медитировать, сажаем на вегетарианскую диету, учим их упражнениям и даем им хорошую поддержку. И через некоторое время мы заметили, что они выглядят намного лучше, и постепенно деятельность всех органов приходит в порядок. Я сама училась этому несколько лет. И сейчас у нас есть передвижной центр, который посылает маленькие группы, и они действуют в 10 больницах Соединенных Штатов. Они действуют по той же программе и также получают хорошие результаты, как и здесь. Гипертония и болезнь сердца – это болезни, которые связаны со стилем общественной жизни. Причина ожирения и повышенного холестерина – это неправильное питание. Курение и высокое давление связаны со стрессовым стилем жизни и диабетом. Все эти аспекты так или иначе связаны с мозгом. Скоростной стиль жизни заставляет ускоряться мозг. Успокойте ваш мозг. Способ успокоить мозг – это и есть йога. Самое лучшее, что есть в йоге – это то, что она учит нас, как сконцентрировать свой ум на чем-то. Пхим Синг Бхарвадж, школьный учитель, лечился от гипертонии и депрессии в учреждении по исследованию йоги имени Свами Вивекананда Свяса. Наш ум очень беспокоен. Он, словно обезьяна, прыгает то туда, то сюда. Самое лучшее упражнение – это закрыть глаза и сосредоточиться на своем дыхании. Ум будет продолжать куда-то стремиться, но вы должны научиться снова сосредоточивать его на дыхании. И тогда вскоре все проблемы с этим будут решены. Закройте левую ноздрю, сделайте выдох. Фонд исследований йоги имени Свами Вивекананда Свяса, которые находятся в городе Бангалор на йоге Индии, используют йогу как терапию уже последние 27 лет для лечения сотен тысяч людей со всего мира. Свяса пытается вылечивать простые заболевания, такие как боль в спине и шее, а также такие жизненно опасные болезни, как диабет и рак. Я, наконец, нашел здесь покой. Теперь я хорошо высыпаюсь. Мое кровяное давление могло подскочить до 165 на 100. Здесь мое давление проверяют каждый день. Вчера, например, оно было 145 на 90. Теперь я чувствую себя легче. Такие упражнения очень и очень успокаивающие. Доктор Ар Нагарадхна, доктор медицинских наук, основатель Свяса. Используя многие асаны йоги, то есть позы, мы действительно пытаемся научить, как можно изменить личность, индивидуальность, характер. Постоянно выполняете упражнения. Ложитесь на пол и постарайтесь контролировать дыхание. Сделайте вдох и выдыхайте, произнося звук, например, «Ха». Тогда должна включиться вся ваша система. Включайте ее по нескольку раз в день. Таким образом, за сеанс вы должны выполнить от 4 до 7 асан, от 4 до 6 дыхательных упражнений и около 5 расслабляющих упражнений. Мы видим необыкновенные вещи. Люди, которые регулярно практикуют йогу, даже минимально в день, спустя неделю чувствуют, что боль в их груди заметно уменьшается. А через 3 месяца, через 12 недель мы уже видим изменения в лучшую сторону. И это удивительно. Разве мог об этом кто-нибудь подумать намного раньше? Теперь буквально во всех аспектах мы видим колоссальную пользу от этого. Да, и это удивительно. Удивительно. Предупреждение. Никогда не принуждайте и не переутомляйте себя. Если вы не уверены, посоветуйтесь со своим врачом. Советы по практике йоги. Занимайтесь йогой только ранним утром или поздним вечером и всегда на голодный желудок. Занимайтесь в проветренном помещении, только босиком. Пейте больше воды в течение дня. Введите это в свою привычку. Йога как терапия при гипертонии и болезни сердца. Сядьте в любую удобную для вас позу. Проговорите слова молитвы или просто посидите тихо минуту или две. Насладитесь тишиной. Возьмите правое запястье левой рукой, наклонитесь вперед и коснитесь лбом пола. Все упражнения для людей, страдающих гипертонией, выбраны очень осторожно, чтобы не нанести какой-либо вред деятельности сердца. Не должно быть никаких сильных приливов крови в область головы, подосанчалана или движения ног. Встаньте прямо, опустив руки по бокам в позе тарасана. Вы можете поставить руки на пояс или использовать их как надлежащий баланс. Согните правую ногу вверх и вперед и в то же время вытяните вперед ступню. Опустите ногу назад, в центр. Затем согните ее назад. Вытяните назад ступню. Опустите ногу назад, в центр. Поднимите правую ногу в правую сторону так высоко, насколько это возможно. Верните ее назад, в центр. Затем отведите ее влево. Дышите ровно. Повторите все то же самое с левой ногой. Поднимите левую ногу как можно выше. Ни на какой стадии упражнения не сгибайте колено. Движения ног должны быть непрерывными. Понемногу увеличивайте скорость и подвижность по мере вашей возможности. Это один цикл. Повторите его 10 раз. Движения ваших нижних конечностей должны переместить напряжение от головы к ногам. Дыхание с руками внутрь и наружу. Встаньте прямо, опустив руки по бокам в позе Тарасана. Вытяните вперед руки на уровне плеч и соедините ладони вместе. Сделайте вдох, разводя руки в стороны в горизонтальной плоскости. Сделайте выдох, приводя руки вперед и соединяя ладони. Сделайте это еще несколько раз. Движения рук должны быть непрерывными, а дыхание ритмичным. Синхронизируйте дыхание с движениями рук. Ощутите перемены в вашем дыхании и теле, особенно в руках, плечах и позади шеи. Медленные движения тела постепенно успокаивают мозг и расслабляют вас. Вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. Дыхание в Триконасане или в позе треугольника. Встаньте прямо в Тарасане, руки опустите по бокам туловища. Сделайте вдох. Отставьте правую ногу примерно на метр от левой ноги. Поднимите руки по сторонам, приведя их на одну линию с плечами. Сделайте выдох. Медленно наклонитесь вправо в этом же положении. Поверните голову вверх, так чтобы вы видели свою левую руку. Пальцы вашей правой руки должны быть как можно ближе к вашей правой ступне. Левая рука вытянута вверх на одной линии с правой рукой. Ладони обращены вперед. Сделайте вдох. Вернитесь в вертикальное положение, приводя руки на одну линию с плечами. Теперь повторите то же самое в левую сторону. Сделайте упражнение от четырех до пяти раз в каждую сторону. Эти медленные движения помогают сбалансировать ваше тело и ум. Опустите руки вниз и расслабьтесь. Дыхание в сетутандасана или в позе моста. Лягте на спину, ноги прямые, руки по бокам вашего туловища. Вытяните руки над головой. Согните обе ноги, поставив пятки как можно ближе к ягодицам. Сделайте вдох, поднимая ягодицы и туловище как можно выше. Сделайте выдох и медленно опуститесь на пол. Это один цикл. Повторите пять таких циклов. Ваши руки и ступни должны твердо держаться на полу в течение всего упражнения. Синхронизируйте движения с вашим дыханием. Ощутите натяжение в области поясницы, когда поднимаете туловище. И освобождение от напряжения, когда опускаетесь на пол. Эти простые движения на растяжку тела с дыханием помогают снять стресс. Вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. Артхакати Чакрасана, или поза боковой арки. Встаньте прямо, опустив руки по бокам в позу Тарасана. Сделайте вдох. Медленно поднимите правую руку в сторону над головой, пока ваши бицепсы не коснутся уха. Ваша ладонь должна быть повернута влево. Сделайте выдох. Медленно наклонитесь в левую сторону. Медленно опустите левую ладонь как можно ниже, вдоль левой ноги. Не сгибайте в локте поднятую руку. Держите колени прямо. Дышите ровно. Оставайтесь в этом положении около минуты. Сделайте полный вдох, вытягивая туловище и руку, и вернитесь в вертикальное положение. При выдохе опустите руку вниз в исходное положение. Повторите это с левой стороной, делая наклоны вправо. Сильное вытягивание в сторону, сопровождаемое возвращением в исходное положение, помогает расслабить всю половину вашего тела. Сильное вытягивание в сторону, сопровождаемое возвращение Вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. Врикшасана, или поза дерева. Встаньте прямо, опустив руки по бокам в позу тарасана. Согните правую ногу правой рукой, поднимите и поместите ступню на внутренней стороне левого бедра, как можно выше. Соедините ладони вместе, как в намаскара мудра, и вытяните руки над головой. Сфокусируйте свой взгляд на какой-нибудь точке перед собой. Дышите ровно. Опустите руки без какого-либо напряжения. Повторите это же упражнение с левой ногой. Это поза помогает переместить ваше внимание с головы на носки ступни. Вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. Гамукхасана, или поза коровы. Сядьте прямо, поместив руки по бокам в позе дандасана. Согните левую ногу под правую так, чтобы пятка левой ноги касалась правой ягодицы. Поместите правую ногу через верх согнутой левой ноги так, чтобы ваша правая пятка касалась левой ягодицы. Установите правое колено так, чтобы оно находилось как раз над вашим левым коленом. Отведите левую руку за спину, а правую руку через правое плечо. Постарайтесь за спиной сцепить пальцы обеих рук. Тыльная часть вашей левой руки должна быть прижата к спине. Держите голову, шею и спину прямо. Закройте глаза. Оставайтесь в этой позиции в течение минуты. Расцепите руки, вытяните ноги и повторите упражнение в другую сторону. Теперь согните правую ногу под левую так, чтобы пятка правой ноги касалась левой ягодицы. Поместите левую ногу через верх согнутой правой так, чтобы ваша левая пятка касалась правой ягодицы. Отведите правую руку за спину, а левую руку через левое плечо. Постарайтесь за спиной сцепить пальцы обеих рук. Руки находятся за спиной. Оставайтесь в этой позиции около минуты. Сильное натяжение в вашей шее и плечах помогает расслабить эти мышцы. Расцепите руки. Вытяните ноги и расслабьтесь. Чандра-анулома-пранайама, или дыхание через левую ноздрю. Сядьте в любую медитативную позу. Вы можете сесть в позу ваджрасана. Или вы также можете сесть в позу сукхасана. Или вы можете сесть в позу сукхасана. Или вы можете сесть в позу сукхасана. Или вы можете сесть в позу сукхасана. Плотно прижмите к ладони указательные и средние пальцы вашей правой руки. Это называется насеком удра. Вдох и выдох производятся только через левую ноздрю. Держите два пальца сжатыми напротив правой ноздри. Теперь медленно сделайте вдох через левую ноздрю и выдохните через ту же ноздрю. Ваша правая ноздря должна быть закрыта на протяжении всего упражнения. Повторите это девять раз. Дыхание через левую ноздрю снижает давление и помогает замедлить процесс старения. Шито ли пранайма или дыхание через свернутый в трубочку язык? Сядьте в любую медитативную позу. Высуньте язык изо рта и сверните его так, чтобы он напоминал клюв вороны. Медленно втягивайте воздух через эту трубочку и ощутите прохладный воздух, проходящий через вашу трахею в легкие. Наслаждайтесь ощущением прохлады и автоматической остановкой дыхания. Медленно выдыхайте через ноздри, ощущая движение теплого воздуха и весь его путь, как он проходит от легких через трахею и носовые ходы. Наслаждайтесь ощущениями дыхания, прежде чем воздух снова начнет свой путь, проходя в легкие через ваш свернутый язык. Это составляет один цикл шито ли пранаймы. Повторите девять таких циклов. Шиткари пранайма Или дыхание с согнутым языком. Сядьте в любую медитативную пору. Согните внутрь кончик вашего языка и надавите им на основание верхнего неба. Ваш язык слегка сжат между двумя рядами зубов. Это позволяет ему быть слегка раскрытым с обеих сторон. Медленно втяните воздух, который проходит в обе стороны вашего языка. Теперь сделайте выдох и ощутите теплый воздух, медленно проходящий через вашу трахею и ноздри. Ваше дыхание останавливается автоматически. Вы должны испытать глубокое расслабление благодаря охлаждению и остановке дыхания. Это составляет один цикл шиткари пранаймы. Повторите девять таких циклов. Произнесение «Укара». Соедините кончики больших пальцев с кончиками указательных пальцев, согнув средний, безымянный пальцы и мизинец, как в чин моя мудра. Медленно вдохните и заполните легкие воздухом. Сделайте выдох, произнося «Укару» низким голосом. Ощутите резонанс в вашей груди и в средней части вашего тела. Повторите это девять раз. Это медитативное упражнение является хорошим снятием стресса, и оно осуществляет глубокий внутренний массаж вашего тела. Сосредоточьтесь на всех изменениях, происходящих внутри вашего тела. Полностью расслабьтесь и насладитесь ощущениями. Автор идеи и режиссер Сунанда Пхат. Продюсеры Анил Джавери, Панду Астани. Композиторы Канара Кредди и Бутту. Фильм представлен кинокомпанией Good Life Entertainment. Фильм представлен кинокомпанией Good Life Entertainment.